Добрый вечер, в эфире новости о сети и расскажем о главных событиях к этому часу в студии Вячеслав Музаев и вот основные темы выпуска. В Северной Осетии зарегистрируют порядка 1300 объектов культурного наследия. Об этом стало известно на заседании республиканского правительства. Какие еще темы обсудили? Раскрыть способности и заявить о себе. На конкурсе «Лидеры России» можно набраться опыта, научиться командной работе и получить советы от ведущих специалистов разных сфер. Заявки на участие принимаются до 14 мая. Хорошо работают, быстро. Я думаю, что вот такими темпами закончим вовремя. По нацпроекту образования в этом году капитально отремонтируют больше 20 школ, откроют новые точки роста и установят современное оборудование. С 15 мая граждане Грузии могут 90 дней находиться в России без оформления визы, соответствующий указ подписал Владимир Путин. Другим указом глава государства отменил запрет на полеты российских авиакомпаний и продажи туров в Грузию. Напомним, визовый режим с Грузии российские власти ввели в 2000 году. При этом Грузия отменила визы для россиян с 2012. Согласно грузинскому законодательству, граждане России могут посещать Грузию без визы находиться в республике до одного года. Патриотическую акцию «Посмотри на их лица» продлят. До конца недели такое поручение на еженедельном аппаратном совещании дал Сергей Минейло. Также стало известно, в республике будут работать 17 пунктов проведения единого госэкзамена. Об этом доложила министр образования и науки Элла Алибекова. С этого года печатать и сканировать материалы будут в аудиториях. По словам министра, все школы готовы к проведению последнего звонка. Он состоится 25 мая. Говорили и о здравоохранении. В Олагерском районе открыли 5 аптечных пунктов. Еще 16 в регионе создадут до конца мая. Сергей Минейло подчеркнул, в них должны быть все жизненно важные препараты. Еще одно поручение – оснастить крупный фельдшерско-акушерский пункт в горной части переносным медицинским оборудованием. Глава отметил, это актуально еще и потому, что во всех туристических локациях должна быть качественная медицинская помощь. 18 мая на площадке национального телевидения «Осетия и Рыштон» Сергей Минейло проведет ежегодную расширенную пресс-конференцию. В таком формате глава Северной Осетии встретится с журналистами федеральных и республиканских СМИ уже в третий раз. Прямую трансляцию смотрите в 12 часов в эфире нашего телеканала. Также в интернете на официальном портале республики, на сайтах «Осетия и Рыштон», «ГТРК Алания» и в эфире «Радио ФМ Алания». Сергей Минейло встретился с лауреатами Всероссийской олимпиады школьников «Софиум» среди лучших ребят из Северной Осетии. Одним из победителей стал ученик 11 класса республиканского физико-математического лицея интерната Георгий Миронов, призером 11-классник 5-й гимназии Азамат Маргоев. Также глава поздравил с победой участницу всероссийского конкурса «Учимся выбирать» Диану Гуриеву. Олимпиаду «Софиум» проводят с 2019 года. В этот раз в ней участвовали 12 тысяч старшеклассников из 85 регионов страны. Главный организатор – ЦИК России. А цель – развивать творческие способности и интерес к правовым дисциплинам, повысить правовую культуру и мотивацию к знаниям избирательного процесса и права. На модернизацию первичного звена здравоохранения в этом году предусмотрено больше 370 миллионов рублей. Об этом говорили на заседании правительства республики. Его провел Борис Джанаев. Федеральный проект повышает качество медицинских услуг в республике. В прошлом году построили и отремонтировали 6 объектов здравоохранения и оснастили их современным оборудованием. В этом году у нас в планах 8 объектов построить и также капитально отремонтировать. Прошу профильное министерство держать все мероприятия на контроле. На заседании утвердили режимы использования земель и участков, требования к градостроительным регламентам в границах зоны охраны объектов культурного наследия в Олагирском, Ордонском, Иравском и Пригородном районах. Установление зоны охраны позволит защитить и сохранить объекты культурного наследия. Наша республика очень богата своей историей. У нас зарегистрировано 700 объектов культурного наследия на территории республики. Мы должны зарегистрировать еще 1300 объектов культурного наследия. Зарегистрироваться на конкурс «Лидеры России» можно до 14 мая. Пройти комплексную оценку профессиональных компетенций, получить индивидуальный план развития, познакомиться с руководителями крупных компаний. Проявить себя могут граждане России и иностранцы до 55 лет с управленческим опытом от двух лет. В юбилейном сезоне впервые каждый участник уже после заполнения анкеты получит рекомендации по развитию управленческих навыков, а также стиля управления. Это отличная возможность раскрыть способности и лидерские качества, попробовать силы в командной работе. Участники прокачивают настойчивость, целеустремленность, конечно, профессионализм, отметил глава Северной Осетии Сергей Минейло. В числе основных призов – грант 1 миллион рублей на обучение, возможность встретиться с наставником из числа ведущих российских управленцев, а также карьерные консультации. Конкурс проводят по поручению Владимира Путина с 2017 года. За это время больше 400 человек назначили на высокие должности. Глав регионов, мэров городов, заместители федеральных министров, председатели региональных правительств, топ-менеджеров крупнейших коммерческих российских компаний и государственных холдингов, ректоров вузов, руководителей учреждений здравоохранения и культуры. Около 64,5 тысяч человек с инвалидностью получают выплаты по линии Республиканского социального фонда. Людям с ограниченными возможностями положены три вида пенсии – страховая, государственная и социальная. Также СФР предоставляет ежемесячную денежную выплату и денежную компенсацию набора соцуслуг. Он включает в себя лекарства и медицинские изделия, путевку в санаторий и проезд на пригородных электричках. Если гражданин не нуждается в этих услугах, он может полностью или частично получать набор деньгами. Семьи с сертификатом на маткапитал могут использовать его для социальной адаптации и реабилитации детей-инвалидов. Он компенсирует расходы на спецтовары, включая функциональные кресла, подъемники, кровати с регулировкой, компьютеры, тактильный дисплей и клавиатуры. Кроме того, отделение соцфонда предоставляет людям с ОВЗ санаторно-курортное лечение и обеспечивает техническими средствами реабилитации. Современное оборудование, новая удобная мебель и качественное питание в республике активно реализуют нацпроект образования. В этом году планируют капитально отремонтировать больше двух десятков школ. Строители строго соблюдают график и обещают сдать объекты в срок. Подробнее в следующем сюжете. Чтобы успеть все к началу нового учебного года, здесь одновременно трудятся шесть бригад. Работают с обрежением графиком, большая часть уже позади. На втором этаже полностью отштукатурили стены, поменяли окна, установили пожарную сигнализацию, новую систему отопления и электропроводку. Мы сняли штукатурку до кирпича, полы деревянные полностью поснимали в фойе. Вот здесь в фойе была плитка из камня. Все поснимали тоже, сделали новую стяжку. Вот довольно-таки удручающим положением было это все. И будем наводить красоту. Сейчас работают на первом этаже, одновременно меняют кровлю. А это уже школа Фарни. Здесь тоже все по графику. Совсем скоро начнутся малярные работы. В коридорах будет удобная нескользкая плитка, а в кабинетах новый ламинат. Установят мебель и оборудование, ноутбуки, интерактивные доски. На уроках химии эксперименты будут проводить на специальных партах с электропроводкой и раковинами. Но и это еще не все. Здесь появится долгожданный актовый зал. До сих пор в школе не было актового зала. Но в ходе ремонта наш завхоз Эльбрус Локтемирович переговорил с подрядчиком, со строителями. И у нас появилась такая возможность из одного помещения переоборудовать его под актовый зал. Это очень нас радует, потому что до сих пор не было. Мы большие наши мероприятия проводили всегда в Доме культуры селения Фарн. Это тоже как бы недалеко, но все равно то, что мы будем иметь свой актовый зал, это очень большая для нас радость. Впервые за почти 50 лет капитально ремонтируют и школу в Болте. Условия здесь, мягко говоря, не самые комфортные. Например, уборная была на улице. Рабочие полностью меняют коммуникации, обновляют стены и полы. В столовую установят современное оборудование. Хорошо работают, быстро. Я думаю, что вот такими темпами закончим вовремя школу. И к первому сентября 23-го года школа будет уже работать. Сегодня вот не такое простое время. Изыскали средства для вот этого. Мы тоже постараемся воспитывать патриотов и хороших учеников. Всего в этом году в республике планируют обновить 22 школы. По нацпроекту образования в 20 уже активно работают. На эти цели выделили больше 800 миллионов рублей. Отталкиваясь от опыта прошлого года, конечно, часть внимания мы будем сосредотачивать на системах автоматической пожарной сигнализации, в том числе и на системах оповещения людей о пожарах. Большое внимание Минобор уделяет сейчас оснащению, чтобы все это было своевременно законтрактовано, и чтобы поставщики своевременно поставляли всю продукцию, все товары, которые нами будут заказаны. Все работы идут строго по графику. Строители обещают сдать объекты в срок, а качество работ постоянно контролирует руководство республики. Анна Голобаева, Сармат Сугаров, Хетак Гопоев, Новости Осетии. Печальная новость вчера не стала нашего коллеги, кинооператора и кинорежиссера, сценариста и продюсера Султана Цориева. Вся его жизнь была связана с кинематографом. Он окончил операторский факультет в ГИК, прошел курс режиссерского факультета, многие годы сотрудничал с Северокавказской студией кинохроники. Заслуженный работник культуры России, заслуженный деятель искусств Северной Осетии, лауреат государственной премии Коста Хитагурова. Султану Татаркановичу было 78 лет. Одна из самых крупномасштабных операций времен Великой Отечественной – Багратион. Тогда, в августе 1944-го, освободили территорию современной Белоруссии, Литвы и часть Польши. Ожесточенные бои вели 1-й Прибалтийский и 1-й, 2-й, 3-й Белорусские фронты. Советские войска нанесли крупнейшее поражение немцам за всю историю Германии. Уничтожили немецкую армию Центр, разгромили 30 дивизий Вермахта. По официальным данным, в операции погибли более 180 тысяч человек. Еще около 590 тысяч ранены. Плечом к плечу русские, украинцы, евреи, татары, армяне и осетины освобождали Минск, Витебск, Могилев, Оршу, Вильнюс, Каунас от фашистских захватчиков. На Антакльниском кладбище в Вильнюсе покоятся останки старшего лейтенанта Магомеда Костуева. Недавно там снесли обелиски советским воинам, но память тех, кто ценой собственной жизни очистил землю от фашизма, наши соотечественники чтут и сегодня. Выявленный объект культурного наследия, памятник архитектуры на Ленина 29, отреставрирует. Все документы уже согласовали в профильном комитете. Раньше это был один из лучших в СССР шахматных клубов. Там проводили турниры самого высокого уровня. С участием сильнейших шахматистов мира, в том числе полуфинал чемпионата Советского Союза среди женщин, финал всероссийских детских соревнований «Белая ладья», матч РСФСР-Венгрия. После распада Союза клуб прекратил свое существование. Первенство республики по стрельбе провели во Владикавказе. Больше 50 ребят от 8 до 17 лет соревновались в меткости, реакции и скорости. Помимо этих навыков пристальное внимание уделяли и обращению с оружием. По словам организаторов, несмотря на возраст, уровень спортсменов высокий. Все участники посещают кружок практической стрельбы. Их в нашем регионе два – в Алагире и Владикавказе. По итогам состязаний 12 человек вышли во всероссийский этап. Он состоится летом в Московской области. Вместе с ребятами из нашей республики проверить свои силы и набраться опыта приехали и гости из Ставропольского края. Этот спорт меня привлекает в то, что я становлюсь от этого более метким, быстрее передвигаюсь. Хочу получить первое место сегодня. Готовился я целый месяц. Я много тренировался. Каждый турнир – это опыт. И, конечно, на турнире вырастаешь больше, чем за год тренировок. В секциях у нас занимается уже, наверное, больше, ближе к 100 спортсменам. Это детки, которые завтра, послезавтра спокойно поменяют пневматический пистолет на огнестрельный и будут достойно выступать уже на взрослых турнирах. Это все новости к данному часу. Я прощаюсь с вами. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok